Приветствую вас! И, вы знаете, вопрос, который я хочу вам задать, заключается, собственно, в том, что же вам нужно от психологов. То есть вы написали какие-то вещи, вы написали факты, вы написали какие-то события, историю. Это понятно, что вы это все написали. Но от психолога вы хотите чему? Что вам нужно от психолога? Это непонятно. То есть я, условно, могу прочитать, проанализировать ваш текст. Я могу это сделать. В этом я не вижу чего-то чересчур такого прямо сложного. В этом я, в общем-то, не вижу ничего тяжелого. Но я могу указать на ваши ошибки, я могу указать на ошибки вашей жены, в принципе. Но я не очень понимаю, какой во всем этом смысл, если непонятно, что вам нужно, если непонятно, что вы хотите и для чего это все. Вот. Понимаете? То есть вы пишете, что у меня следующий вопрос, если сможете ответить на него правильно, заранее благодарю вас. Это вот меня уже настрачило. Что значит правильно? То есть какие критерии правильности ответа на вопрос? То есть правильный это какой? Который понравится вам, например, такой ответ правильный? Или правильный какой? Который вы для себя считаете приемлемым? Какой ответ правильный? И самое интересное, что вы не задали вопрос. Никакой вопрос. Нет, кроме формулировки в конце о том, что я подозреваю свою жену в том, что она мне изменяет. Да, она, возможно, вам изменяет. Но вот только делает ли она что-то дурное? Делает ли она что-то такое, чего делать не должна? Нет. Потому что она вам сказала, и сказала достаточно давно, что хочет с вами развестись, и она, я полагаю, действительно к этому идёт. То есть она видит, что вы не разводится, она чётко сформировала свою позицию. То есть я не хочу первый разводиться. Вот. Можно сколько угодно говорить о том, что это правильно, что это неправильно, что она, там, к примеру, не хочет брать на себя ответственность и так далее. Да, можно, 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 можно всё это говорить, да, можно, ну а дальше что? Опять. Понимаете? Что дальше? Это реальность, в которой вы живёте. Реальность, в которой ваша жена откровенно говорит вам о том, что не хочет с вами быть. И это реальность, в которой вы, ну, можно так, наверное, сказать, не слышите свою жену. То есть вы, как будто бы, знаете, вот, ну, просто её игнорируете. Такое у меня сложилось впечатление. То есть, типа, что ты хочешь со мной развестись, ну, я тебя серьёзно не воспринимаю, да, типа, не хочу с тобой разводиться, разводиться с тобой не буду. Вот. Но, как только я заметил, что ты делаешь вот, ну, что-то не так, не так, да, у меня сразу к тебе какие-то подозрения возникают в измене. Хотя это уже не измена, она уже сказала, что не хочет с вами жить. Вот. Знаете, какая штука? То, что, да, ей выгодно, к примеру, с вами находиться в отношениях, может быть, в силу того, чтобы её обеспечивать, это факт. Вот. Я так думаю, что она просто посчитала, что раз вы не хотите с ней разводиться, то есть, грубо, не хотите её отпускать. Вот. А она сама не видит в этом особой необходимости, то она просто добирает от других, например, мужчин, то, что ей нужно, то, в чём она нуждается. Вот. И всё. Она просто добирает от других мужчин то, что ей нужно, то, что ей необходимо. Вот. Насколько это, опять же, хорошо или плохо, насколько это аморально, ну, мы здесь, я надеюсь, судить не будем. Вот. Но, совершенно очевидно, что вы не можете предъявлять ей требования такие, какие вы предъявляете ей сейчас, да? Просто потому, что она высказала свою позицию, а вы её позицию не приняли. Как бы, как бы так. Вот. И именно с тем, что у вас позиции нет, именно с тем, что у вас нет точки зрения, я подозреваю, что именно с этим и связан тот факт, что вы не задаёте вопрос. То есть вопрос возможен в том случае, если есть какая-то позиция. А в данном случае позиции у вас, к сожалению, нет. И к тому и вопроса, соответственно, тоже нет и в общем и целом быть не может. Вот. Дальше, значит, вы пишите, что вы с женой вместе 12 лет. Значит, у неё двое детей, а у нас двое детей. Два года назад жена увидела переписку по WhatsApp и увидела, что я там что-то делаю, да? Вот. Интересно, что вы никак этот момент не раскрываете. То есть вот она увидела что-то. Она увидела что-то. Она увидела, в общем-то, ну, достаточно серьёзную историю. Она увидела, в общем-то, достаточно важный момент. Она увидела, что вы ей, по сути, изменяете. Хотя, может быть, там до измены не дошло, как таковой. Но, тем не менее, она увидела это. Вот. Так, вы никак не поясняете, почему вы это сделали. Вы никак не поясняете, вследствие чего вы это сделали. Вы никак не поясняете, чем вызвана была такая модель, ну, вот такое ваше поведение, условно говоря. Вы никак это не поясняете. Не объясняете. Вы никак не, значит, ну, не демонстрируете, не демонстрируете нам, что стало причиной такого вашего поведения. Ведь не на ровном же месте, правильно, вы, значит, стали так, ну, действовать, так поступать, да, не на ровном месте. То есть, если вы так действовали, значит, у этого были какие-то, ну, причины, я так полагаю. Вот. Так, давайте разберемся с причинами. Изначально, почему вы так действовали, почему вы так поступали. Вот. Что мотивировало вас, именно мотивировало. Так, так поступало. Ну, совершенно очевидно, что какие-то действия вашей жены вызвали такое желание, вызвали такое, такое поведение. Вот. Ну, так, давайте опять же, с этим разберемся. Разберемся и поймем, чего вам не хватает. Вот. 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 И, собственно, тогда я полагаю, что вам будет легче для себя понять, чего вы хотите, и в общем-то для жены, для жены вам тоже будет, в позиции жены вам тоже будет легче, легче увидеть, вот. Дальше, значит, она никогда не работала, ты считаешь, но имейте ввиду, имейте ввиду свою жену, что ваша жена никогда не работала. А опять же, момент, здесь очень есть важный момент, как вы относитесь или относились к тому, что она никогда не работала. Не вставал ли у вас вопрос, вот, ну, денег, то есть, ну, именно с ваших, с ваших странах, то есть, ну, может быть, может быть, вы, там, считали, что она, таки, все-таки должна работать, там, или что-то еще. А, дальше, значит, так. А, значит, она, после измены она говорит, что с ее глаз спала пелена, она меня не любит. Ну, это не правда, потому что, ну, как бы, за одно действие любовь сразу не проходит. Что-то, если, на действительно вас любит, любила хотя бы раньше, что Любовь так просто не ушла, вот, а то, что, ну, то, что вот она сказала, что больше вас не любит, ну, это либо обида с ее стороны, какая-то такая вот, либо это действительно, ну, действительно, то, что она чувствует, это действительно то, что она, она ощущает, и вам это нужно принять, когда это, опять же, я здесь, я не знаю, я не знаю, так это или нет, т.е. я не знаю, действительно ли она вас не любит или, ом, ну что так, у нее обида такая, так проявляет. На этот вопрос, я полагаю, вы можете сами себе ответить. Дальше. Чувствовать некомфортно себя со мной, сравнить меня за ногой из пятки, что нам надо расходить. Ну, здесь, опять же, можно было бы, в принципе, спросить, да, о том, в чем именно, т.е. вот, в чем конкретно ей не комфортно? Да. Что-то тут, если она говорит, что вы, заноза в пятке, да, просто, что, ну, было бы здорово, если бы она сказал, в чем конкретно, а, with, with заноза. Дальше. Идем. Так. Значит, мы тоже обсуждали, с имуществом две новые аудиозаградные дом и квартиры принадлежат мне. Нет. К сожалению, это не так, если все это вы получили в период брака, то это не вам принадлежит, это принадлежит вам обоим. И имущество делится пополам. И если вы с твоей женой разойдетесь, а, вот, как бы, вот, то она, узнав о том, что имеет право на половину, как бы, имущество, она будет от вас требовать. Вот. Это. И будет, в общем, в общем, ситуация, как бы, в общем, ну, хуже. Вот. В таком случае, вы просто, эээ, ну, лишитесь, эээ, большего. В таком случае. Так, эээ, значит, на развод она не хочет подавать сама, говорит, что не хочет потом выглядеть перед детьми, эээ, что она была не с ампором развода и расставания, а теперь она с ампором на развод и сделала всю грязную работу. Ну, вот здесь, конечно, опять же, можно сколько угодно говорить о том, что она поступает неправильно. Можно, можно сколько угодно говорить о том, что она действует неверно, аморально, вот, но только от этого, опять же, никакого не будет, потому что человек такой, как он есть, вот, как правильно сказали вам коллеги, вот, и, соответственно, поменять ее не получится. Вот. Нормально. Какая штука. Вот. Так что здесь, эээ, очень важно ваше отношение к этой ситуации. То есть, если вы считаете, что для вашей женщины, например, такая позиция, что я не хочу на себя брать ответственности и жду, пока ты сделаешь всю грязную работу, вот, если вы считаете, что эта позиция адекватная, если вы считаете, что эта позиция нормальная, если вы считаете, что, ну, с такой женщиной вы, собственно, хотите быть и можете быть, выходить и продолжать отношения, вот, что это одно дело. Вот. Это один момент. Это окей. Вот. Вот. Но если вы все же считаете, что это позиция, ээээ, ну, деструктивная, крайне деструктивная, деструктивная позиция, вот, что в таком случае мне кажется, мне кажется, вам стоит решить для себя 100 лет женщина, с которой вы хотите продолжать свои отношения. Понимаете? Какая, какая штука. Далее. Ммм. Значит. Так. Я тоже не хочу подавать на развод. Почему? Стоция такая, что она мне говорит каждый день, нашел ли я квартиру для поживания, вы даже не видите, смотрели квартиры, куда мне приехать. То есть она пытается, эээ, как-то ваши отношения, эээ, отношения завершить. Она пытается, эээ, значит, закончить с вами отношения и пытается донести до вас, что вы, как бы, для нее, ну, все-таки нежелательный элемент. Эээ, дальше, значит, эээ, при этом мы с ней обсуждали наши отношения, короче, нет страха подряднее, есть страх неопределенный, что будет дальше. Она вас не уверена, это все нормально. Она не знает о том, в чем вы хотите, а вы о своих желаниях, видимо, и не говорите. Соответственно, вы видите, что я перестану вас на взгляд и оставлю детей без имущества. То есть тут замедлен финансовый вопрос. Соответственно, это говорит о ее неграмотности своих, правовой и законодательной. Вот, если она станет более, эээ, более грамотной в правовом плане, она увидит, что он имеет право на половину, и сейчас с вами судится. Я не хочу с ней разводиться. Почему, опять же? В ней есть обилие. Она говорит мне, что потратила со мной 12 лет своей жизни. еще хорошего 13 лет в жизни, но не было. Я давал ей только негативные эмоции. Ну, опять же, непонятно, как это относится к тому, что вы хотите, что вы не хотите с ней разводиться. она говорит о том, что ей неприятно. Она говорит о том, что ей, как бы, ну, ну, как бы, что ей не комфортно. Вот. Вот. Понимаете? Какая штука. И как это связано с тем, что вы не хотите с ней разводиться, вопрос большой. Дальше. А, значит. Так. Ага. Так. Иногда по-пьянски бил, выгонял из квартиры, сексу не давал, накатил участие. Я нет, в лучшем случае там. Короче, сексуальный темперамент у вас был разный. Ну, тут опять же нужно все это проговаривать, нужно все это объяснять, почему вы так говорили, почему так поступали и так далее, и высказывать свои желания. Сейчас, как у вас есть. Говорит, не хочет быть со мной. И не верит, что я изменюсь. Ну, так, в принципе, я... Она, отец не права, вы не должны меня. Я ей сказал, что в последнее время, один-два года, уже нет с моей стороны оскорблений. А почему? Рисану Гороберы, ну, они так. Она говорит, что я не изменился. Ну, вы приводите какие-то поведенческие паттерны. А вот что, женщина, она имеет в виду духовный элемент. И вот в плане духовного элемента вы ее не устраиваете. А, при этом она говорит, что я родной, близкий человек, она порадует на меня одну себе другую, и я ей покажу, кто она другая, чтобы она могла отценить. Ну, это, отчасти, отчасти, это, конечно, лукавство, но, с другой стороны, при прочих равных условиях это может быть действительно фактом. При этом мы живем вместе, и никто из наших не хочет реально принимать шаги на правильный разговор. Я полагаю, что вы здесь зря обобщаетесь, вы не хотите ее непонятно какой причине, а она не хочет, потому что у нее есть совершенно теркая позиция. Грязь и грязь на работе должны делать, она не хочет перед детьми выступать с инициатором, чтобы быть виноватой. Последнее из 6-8 месяцев она стала отлучаться в 21-00 в пятницу к подруге, приходила 3 ночи. При этом, так, мой тишевик и подруги с яйцами. Эм, да. Так, она здесь вообще осталась сомневаться, так она, а вы считаете, что она должна быть вам верной? То есть, вот, вы пишете про сомнения в ее верности, так она не должна быть вам верной, на самом деле. Эм, дальше, эм, так, эм, сейчас мы живем вместе, и вот думаю, можете свалить от нее, съехать, эм, или приехать, эм, или приехать, эм, или стартковаться, жить дальше вместе. Это не вопрос, макс. Потому что, да, вас мы не примем решение. Вам надо разобраться в своих чувствах, то есть в своем отношении к ней и к себе, тогда уже будет понятно. Она точно сразу вот не подаст, да и глупо было бы с ее стороны и лечить от себя ресурсов, которые я ей даю. А вы считаете, что отношение надо строиться на этом, на ресурсах? Секс-секс у нас есть один раз, два раза в неделю, мне кажется, она делает секс только для того, чтобы я не прекратил финансирование, и идет, когда она, оказывается, расстанется. Да, возможно, возможно, это так, мне непонятно, откуда у вас делись, вот, так сказать, притяжания на ее верность вам, то есть вот серьезно, я не понимаю, откуда, почему вы считаете, что надо стать вам верной, вот. Для меня это, ну, не совсем, не совсем понятно. Вот, при том, что она сказала, то есть если ее вы, образно говоря, не устраиваете, вот если, если вы ее не устраиваете, образно говоря, что она имеет, в общем, полное право вам изменять, ибо вы не хотите, как бы, с ней разориться, не хотите, не хотите, ну, уезжать от нее не хотите, вот, не хотите, не хотите с ней расставаться, вот, и так далее. То есть она, по сути, она манипулирует здесь ответственностью, вашей ответственностью она манипулирует, вот. И, она представила все так, что, как бы, она не за все не ответственна, а вы ответственны за все. Да, это неприятно, да, это, не совсем хорошо, но, тем не менее, это так. И в этой ситуации вам необходимо, на мой взгляд, решить для себя, что хотите именно вы. Решить для себя, что нужно вам. Решить для себя, чего желаете вы. Решить для себя, как вы видите ее, как вы видите себя. Почему вы не хотите с ней разводиться, например. То есть, ну, какие причины у этого, что вы не хотите с ней разводиться. Например, опять же. Вот это нужно исследовать. И, в общем и целом, ориентироваться именно на, ну, именно на, вот, то, что вы хотите. Опять же. И с уважением относиться к ней, к тому, что решает она. Может быть, если она, допустим, потеряет вас, потеряет ваше финансирование. Вот. То поймет и захочет вернуться, а может быть, нет. То есть, в целом, характер ваших отношений не очень ясен, потому что вы ее убили и изменяли, да, и все такое. То есть, нужно, опять же, очень тщательно все изучить, чтобы не было никаких недопониманий и чтобы все было прозрачно. Вот. Ну и вам с вашими желаниями тоже начнем разобраться. Потому что, вот, на данный момент, я еще раз повторяю, абсолютно непонятно, что вы хотите. Абсолютно непонятно, что вам нужно, в чем вы нуждаетесь. Вот. Вот. А это очень важно. Очень важный момент. А на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.